Второе. Для поднятия доверия в военкоматах мы хотим создать пресс-центр. Это уже было до этого одобрено военным комиссаром, полковником Козыгром. Добро нам есть. Начата работа, перенимаем опыт других, проводим сейчас консультации, делаем пресс-центр военкомата для того, чтобы объяснять людям, что военкомата сейчас делает, почему людей хватает на улицах, из-за чего все это происходит. И во всех этих проблемных моментах мы хотим наладить постоянное общение военкоматов с людьми. А создание этого пресс-центра мы планируем в дальнейшем сделать отдельную пресс-конференцию, пригласить с ней. Вот. И я думаю, работа в этом вопросе тоже пойдет хорошо. Дальше по поводу самой системы Табора. Конечно, отказаться от повесток сложно и насильственного метода привлечения вооруженной силы. Но мы знаем, как задействовать некоторые механизмы интернет-маркетинга и другие, которые применяются в бизнес-процессах, для агитации военнообвязанных, для вступления вооруженной силы Украины. Вот. У нас работает команда отличных специалистов. Уже проведены несколько тренингов-конференций с работниками военкоматов. Вот. Вырабатываем политику, как мы все это будем делать. Уже на днях будет первый результат этой, проделанной работы. Вот. Ну, в принципе, это основные шаги, которые мы хотим сделать. Но главное в этих всех шагах – это смена принципа. Чтобы не брать человека на улице, хватать, запихивать по зелью, вести военкомат. А это должно быть в основном на добровольных началах. Для этого нужно с людьми разговаривать. Это наша основная идеология. Спасибо. Я бы хотел сказать еще одно направление, которое у нас встречает военкомат. Это не только призыв на срочную службу, мобилизация, но и комплектование территориальной обороны. Я в силу своей волонтерской деятельности с октября прошлого года занимаюсь территориальной обороной в Харькове. И вот если Алексей видел работу военкоматов изнутри, как военнослужащий, призванный по мобилизации военкомат, я взаимодействовал с военкоматами снаружи. И глядя на работу военкоматов, я, вы знаете, пришел к такому выводу. Вот что отличает волонтеров от сотрудников военкоматов. Мы волонтеры, мы работаем на результат. Нам надо, чтобы поставленная цель была достигнута. А, к сожалению, многие работники военкоматов, они работают на процесс. То есть их задача состоит в том, чтобы не оказаться худшими по показателям, отчитаться перед вышестоящим начальством и, соответственно, прикрыть себя от возможных репрессивных действий со стороны начальства. Вот такой простой пример. По Украине летом проводились сборы отрядов территориальной обороны. Харьковская область тоже принимала в них участие. Со всех районов были собраны группы людей. В свой уголе пополам отряд обороны был скомплектован. Причем тоже в комплектовании было куча вопросов. С одной стороны, людей, которые шуток добровольно, не брали. Людей принудительно, как моего университетского товарища, он пришел получить какую-то справку в военкомате. Ему вручили повестку, и он принял участие в сборах территориальной обороны. А с другой стороны, одна из организаций, с которой мы сотрудничаем, от нее пошло 20 человек, а взяли только 5. Но это еще полбины. Сборы прошли, галочка была поставлена, отряд был распущен, больше никаких совместных учений не принимаем. Но приходит с Генерального штаба директива сформировать стрелковый батальон. А так как у арендованных людей особо нет, то тех же самых людей, которые уже были показаны как отряд территориальной обороны, опять собирают на сборке и показывают как стрелковый батальон. То есть мы видим, вот сам принципиальный подход, это показуха и очков сирательства. Вот мы хотим, чтобы этого неба и чтобы люди, которые служат в военкоматах, были настроены как эмонтируемые на результат. Какими методами это будет достигнуть, это уже вопрос дискуссионный. То есть раз мы за это дело взялись, мы результат, по примеру, Харьковской области достигнем. И наши военкоматы, мы, конечно, не берем на себя какие-то временные рамки, потому как много может надводных камней, но результат будет наскингнут, и наши военкоматы будут работать так, чтобы приносить результат. Еще хотелось бы сказать о мобилизации. Мы, конечно, не одобряем методы, которыми привлекаются потенциальные военнослужащие, но мы должны прекрасно понимать, что количественный показатель должен выполняться. Потому что, что значит, если количественный показатель не выполняется? Это значит, что люди, призванные в третьей, в четвертой волне, должны служить больше. То есть если их заменить неким, то фронт оголяться не будет. Значит, этих людей просто себе правдами и неправдами будут задерживать и затягивать демобилизацию. Поэтому количественный показатель, тот платный, который распускается, должен выполняться. Но должен выполняться не за счет случайных людей, наловленных в метро или возле магазинов, а людей, которые пошли туда осознанно. А для этого то, о чем говорил Алексей. Должна быть проведена социологическая работа, выбраны целевые аудитории потенциальных людей, которые не будут бегать от призыва. Должно быть восстановлено доверие общества к военкомату, в частности, и государству в целом. Потому что, почему многие люди не идут по военкомату? Потому что не доверяют государству. Не доверяют военкоматам. И опять-таки возвращаются к территориальной обороне. То есть, если люди записались в отряд территориальной обороны, а потом их уже показывают как стрелковый батальон, а это потенциальная перспектива отказаться на солнечном Донбассе, то, естественно, этим убивается вся идея территориальной обороны, дискредитирует данную идею. И потом гораздо тяжелее привлекать новых добровольцев для участия в отряд территориальной обороны. А это мы все понимаем, что число людей, готовых ехать в АТО, оно существенно меньше в Харькове, чем число людей, которые готовы с оружием в руках защищать свой город. И вот те люди, которые потенциально могли быть привлечены к этой миссии, то есть получить соответствующую военную подготовку, организоваться и в случае необходимости встать на защиту города, они такими действиями отпугиваются. Более того, люди, посмотрев, как это работает в реальности, и перестав доверять военкомату, они скорее пойдут в какие-нибудь добровольческие структуры, негосударственные, например, в добровольческий украинский корпус, и уже там противоположные будут готовить защищать свой город. Чем государственные структуры? Фактически мы говорим о том, что такими действиями военкомат подрывает политику президента по установлению государственного контроля над добровольческими структурами, об их интеграции в госструктуры. То есть потенциально добровольцы отпугиваются от государственных структур и наоборот идут в негосударственные. Что, естественно, чревато самыми серьезными посредствиями. То есть это довольно важный и серьезный момент, на который стоит обращать внимание. Я с вашего позволения начну. Вы говорите о том, что начать этот процесс можно с того, чтобы разговаривать с людьми. Но это может занять довольно длительный период, и моделизация по срокам четко ограничена. Вчера в Фейсбуке анонсировали проведение сегодняшней пресс-конференции. И дали телефон горячей линии, куда могут позвонить с предложениями, с конструктивными предложениями. Вы понимаете, что такое горячее линии? Нам вчера поступило около 20 предложений. Уже буквально за полдня. То есть про концепции, как информировать? Совершенно верно. Но хочу подчеркнуть, что, безусловно, время не терпит. Мы все понимаем, в каких реалиях мы живем. И не хотелось бы затягивать. Я думаю, что основную схему и концепцию с пониманием, какие законодательные инициативы придется менять. Потому что, безусловно, изменение структуры военкомата затронет изменение законодательной базы. Это можно будет подводить под вынос через комитеты на Верховную Раду. Поэтому, думаю, что обсуждение... Давайте, ну, если можно, я так диктаторским методом обозначу. 10 дней. Вот мне бы хотелось, чтобы это было не больше, чем 10 дней. Прием замечаний и внесение предложений о реформировании системы военкомата. Если мы озвучиваем именно этот срок, хотелось бы, чтобы оно дальше не затягивалось. Безусловно, я отдаю себе отчет, что столь масштабная реформа, она где-то в процессе обнаружатся какие-то подводные камни, которые мы не учили на начальном этапе, и что-то придется обсуждать или менять. Но это уже будут частности. Ну, основное, да, что могу анонсировать, ну, вот эта бесконечная череда справок, в которой данные уже находятся в системе государственной, ну, в органах государственной власти, да, вот мы же получаем с вами паспорт. Эти данные есть у государства. Мы получаем идентификационный код. У нас рождается ребенок, есть свидетельство о рождении. На сегодняшний день система военкомата построена таким образом, что человек сам при рождении своего ребенка должен зачем-то прийти в военкомат и подать справку, что у него родился пятый ребенок, например. Но дело в том, что в органах государственной власти уже есть эти данные, а система построена таким образом, что порождается количественная вот эта вот... Это просто бюрократия. Да, то есть, ну, бюрократия, она касается даже тех, которых можно было бы избежать, именно автоматизация. То есть, если будет доступ там к тому же органам местного самоуправления, да, вот там, в горсовете, там сидит девушка, у которой есть данные на каждого человека. Ну, есть такие люди, поверьте мне. Как-то же налоговая как-то нас отслеживает, правда? И понятно, что родился ребенок. Если эта девушка будет найти данные не только о семье в базу, но еще и военкомат, то совершенно будет понятно, что человек, у которого на днях родился ребенок, пятый или третий или четвертый, ну, никак не может пойти, служить в армию именно сейчас. И хорошо бы ему повестку не высылать, чтобы, ну, не нервировать маму, дать возможность ребенку подвести. Или же, допустим, система здравоохранения. Да, почему у нас некомпьютеризирована база наркологов и психиатров? Ну, почему они не могут подавать данные на тех людей, которые категорически не могут быть признаны? Могут же? Могут. У них все равно есть эти данные. У них все равно есть люди, которые этим уже занимаются. То есть они подают данные и в военкомат. То есть вот автоматизация, она будет касаться и вот таких вот сфер, где масса справа. И опять-таки система прописки у нас аннулирована. Она заменена на слово регистрация и обусы ныне там. То есть человек куда-то должен все время ездить и какие-то справки подавать. Умочные военкоматы. Поэтому у нас зачастую бывают... Я, например, сталкивалась с такими случаями, когда человек уже полгода служит в армии, на передовой. А ему в очередной раз приносят домой повестку. То есть военкомат вообще не знает, что этот человек служит. Ну, как бы это все потом обрастает анекдотами, да, то есть оно становится забавными ситуациями. Но на самом деле это показатель неэффективности работы системы. Потому что там ни о никаком системном учете речь не идет. О резервистах я вообще молчу. То есть если нам понадобится срочно 20 танкистов, то военкоматы их вручную, но как-то очень долго будут искать. То есть у них нет системы сортировки, поиска и ввязи. Она есть, но она устоит. Ну, она есть, но, конечно, она устоит, потому что бумажки, типы, ну да, она есть. Она есть в папках, вручную перебирают. Если человек меняется в военкомате, то он там уже в следующую картотеку вручную перебрать только не может, потому что принцип картотеки индивидуально, но как в каждом кабинете. Вы можете менять? Простите, можно? Извини, что можно. Спасибо. Без разрешения. Елена Рула, Интерфакс Украина. У меня коллективы вопросов. Вы говорили о том, что предполагается сокращение штата сотрудников. Татьяна об этом говорила. Скажите, пожалуйста, вот когда вы встречались в Министерстве обороны, речь шла о том, назвали ли вы приблизительный процесс, какое количество сотрудников появилось сократить. Будет ли Харьковская область использоваться как пилотный регион, а потом это все будет распространяться на всю Украину. Вот, если можно, подробнее вот эту вот сторону опишите. Действительно, будет использоваться как пилотный регион, как вы сказали. Но у нас есть, в принципе, инициативные люди в других регионах, которые тоже готовы поддержать нашу идею и готовы включиться в процесс реформирования. Это раз. По вашему вопросу... По сокращению штата. По сокращению штата. Если надо будет, мы пока что конкретно никого не собираемся ни увольнять, ни набирать. По поводу штатов, это будет необходимость, тогда сократим? Будет. Как мы смотрели структуру, на сегодняшний день, смотрите, на сегодняшний день районный военкомат, это в среднем 40-50 человек, 4 отдела основных. Два из них занимаются практически аналогичным, совершенно аналогичным. То есть, в процентном соотношении приблизительно 25%. Но дело не в том, чтобы сократить людей. Дело в том, что нужно изменить принцип их работы. То есть, здесь основное... Если мы посмотрим по Кальковской области, это не очень большое количество людей, на самом деле. Речь не об экономии бюджетных денег путем сокращения количества сотрудников. Их нужно заменить на людей, плюс создать им такие условия, при которых они будут качественно выполнять свои обязанности. На сегодняшний день, даже если мы половину уволим, чуть увеличатся очереди, если мы не изменим систему. Или же, наоборот, мы наберем им еще там 100 человек. Увеличиваем штатное расписание, но будут ходить люди на зарплату в 2000 гривен, они там что-то будут загружать, там бумажечки перекладывают. Уменьшится очередь, но не изменится сам принцип работы. Еще у меня уточнение по алгоритму. То есть, вы в течение 10 дней хотите наработать какой-то проект пакетов законов, передать их Минобороны, дальше Минобороны с ними наработают, как Минобороны. Нет, мы делаем полностью проект реформы. В Минобороны наблюдается кадровый голод в сфере внедрения реформ, проведения реформ. Просто такого количества людей, которые могут заниматься полноценно анализом и структурированием этой реформы, их просто нет. Поэтому есть договоренность, что мы прописываем весь процесс реформы, нам дают человека, который документально поможет оформить, потому что у них же там есть свои службы, да, это связано. То есть, вы в течение 10 дней готовите свой к вам, вы даете его Минобороны, вместе с этим человеком дорабатываете и дальше уже пакет законопроектов идет в своей дороге, через Минобороны, заседание... Приблизительно так, только те сроки, которые я сказала, относительно 10 дней, это время принятия гражданских общественных инициатив. То есть мы в это время будем принимать замечания какие-то и какие-то предложения. На анализ уйдет еще около недели, потому что основная концепция уже разработана, нам ее нужно дополнить, потому что, ну, то есть чем больше людей принимают участие в обсуждении и это конструктивные предложения какие-то, тем эффективнее будет на выходе результат. Ирина Павленко, газета «Лезь», у меня вопрос ко всем участникам конференции. Вы упомянули о том, что хотите отказаться в повестках и заменить их некими механизмами маркетинга. Например, я просто не совсем поняла, что вы имели в виду. Вот есть призывник или человек, которого нужно моборизовать. Вы вместо того, чтобы внести им в повестку, что вы с ним делаете? Мы в первую очередь с ним общаемся. Просто есть современные средства коммуникации, интернет, электронная почта, смс-рассылки. Вот и необязательно человеку сразу сажать в газель и вести на сборный пункт. Для начала нужно проводить. Но выяснить, как пример, скайп человека гораздо сложнее, чем выяснить его адрес проживания. Я, честно говоря, не сильно могу. В этих вопросах у нас есть специалисты, которые занимаются. Мне доведется намного более сложной схемой, чем прийти домой и принести бумагу. Я понимаю, что я... Да, это будет не легко. С каждым человеком поговорить и мотивировать его вступать в вооруженные силы. Это будет не легко, конечно. Поэтому здесь должна работать большая команда и команда именно профессионалов. Чем? Эту команду мы и хотим создать. И создать им систему работы и дать им современные инструменты для работы. А не эту старую картотепу, которая покрылась людьми. Потому что эффективности от такого привезда очень мало. Ну, принесли по месту. Схватили человека, привезли на сортировку. Заставили медиков провести... Вот еще такой аспект один. Медиков... На медиков давят. Тех людей, которые проводят медкомиссию. И заставляют, чтобы они проводили медкомиссию в течение одного дня. Сами медики обращаются к нам и говорят, ну, сделай что-нибудь. Потому что это невозможно. У человека там куча хронических заболеваний. Мы даже не можем проверить на эколога или психиатра. Потому что в течение одного дня на нас давят военкомы, чтобы мы провели это свидетельствование, так сказать, медицинского состояния. Эффективности от такого привезда очень мало. То есть без толка можно разослать всем повестки, да? Но человек, который хочет, хотел бы служить, имеет обстоятельства, которые не позволяют ему пойти сейчас, но он может записаться в следующий привез. Ну, вот то, о чем мы с Ириной говорили. Да, вот за вами сидит супруга как раз человека, который... Ну, сейчас его отпустили, слава богу, но он пойдет служить вами. Его схватили там тоже и до всех возмущать. Потому что человек не против служить. Мне просто никто не разговаривал на эту тему. Его схватили и повезли. Он говорит, я не против, но не сейчас, месяц дайте, я дома там дострою, или там ребенок должен поступить у кого-то, да? Я запишусь в следующей связи. Но нет такой системы, которая позволяла бы этому человеку донести, что он хочет служить. И у нас масса примеров, когда человек хочет служить. Приходит в военкомат, попадает на какой-нибудь дядю власть. Дядя Вася говорит, там наши срокомплектованы. Это реально. У нас медик 92-й бригады, один из предыдущих медиков на линии фронта, в секторе А, он два месяца ждал, пока его призовут. Он специально приехал из Израиля для того, чтобы писать про добровольца. Медик, он анестезиолог, очень высококвалифицированный. Два месяца ждал, пока его такие вызовут. Пока он не настоял, его не призвали. Ну, это тоже абсурдно. Правильно ли я поняла, что при новой системе сотрудники военкомата сначала будут обзванивать или переписываться с потенциальными военнослужащими, и выяснили, хотят ли они служить, а кто не хочет, тот и не пойдет. Вы понимаете, но лично мое мнение, мужчина не имеет права называться мужчиной, если в тяжелое для страны, в тяжелое время, когда есть реальная угроза, он не соглашается выполнить свой долг. Но это мое частное мнение. Когда я женщина, я регулярно управляю на фронте и вкладываю массу времени в повышение обороноспособности своей страны, потому что у меня есть дети, и я внутренне несу ответственность. Я пытаюсь понять принцип. Если человек совсем не хочет, вот если он совсем не хочет, значит, общество должно знать об этих людей. Я считаю, что, возможно, не система наказания, но какая-то... Разборный список. Ну, не совсем. А почему работодатель потом не имеет права знать, допустим, при приеме на работу, почему работодатель не имеет права знать, что данный мужчина не оказался достаточно ответственным в тяжелое для страны время? Имеет право знать или нет? Спасибо. Дмитрий Гермет, ГСРУ. Алексей Коханов не даст соврать. Мы говорим, что военкоматы вручают... Нам не систему военкоматов надо реформировать, а систему мобилизации, которая согласна закону, а мы в основной подготовке мобилизации повестки вручаются. Где девушка? На работе и по месту жительства. Кем? Штабами и участками оповещения, но не военкоматом. Это прописано в законе. И военкомат сейчас использует не свою функцию. И обвинять его не надо. Вам ответ. Проведены ротные учения. Собрали две роты территориальной обороны. Одну при Киевском военкомате, трое при Дергачевском. Потом пришел приказ провести батальонные учения в составе этих двух рот. Технику не привлекать. Поэтому их и записали туда. Это можете спросить у Александра Заливана. Он вам разбирался с этим. Он вам это подтвердит. По вопросу компьютеризации. Вопрос к Кохангу. Сколько компьютеров в области сейчас могут вести учет и на какой программе? Если вообще эта программа по учетному ресурсам. Сколько? Ответьте мне. Я вам отвечу на ваш вопрос. Дело в том, что вы вас знали и не слышали, когда я рассказывал про автоматизацию военкомата и про то, что мы... Нет, сколько сейчас реально компьютеров? По всем военкоматам... В областном я ничего не ходил. По кабинетам не считал. Значит, реально я вам скажу. В Киевском военкомате порядка 20 компьютеров. Сколько из них получили доступ, допуск, проверенный и получили разрешение на ведение мобилизационного учета? А их всего два в области. Можете мне не говорить. Можно мне сразу речный вопрос? Скажите, пожалуйста, вы согласны с утверждением, что систему военкоматов нужно реформировать? У нас всю систему мобилизации нужно реформировать. Вы меня просили. Я об этом и говорю. Не только военкоматы. А нужно городские власти реформировать, областные власти реформировать. Все это нужно реформировать. В отделе мобилизации. Вы предлагаете предложение? Татьяна предлагает в течение 10 дней подать предложение. А мы предложили, если не весят на интернете. Вы меня просили, пожалуйста. Вы говорите про частности какие-то разрешения на использование программы. Мы говорим о комбатии. А я говорю о разрешении. А вы говорите о какой-то конкретной проблеме. Мы пытались изменить этот закон, то есть нам дали документ на то, чтобы он насилий законодательной лиц. Мы для того и взялись решать эти вопросы, чтобы решить все эти мелкие проблемы. И последний вопрос. У нас есть особое положение в стране или нет? Это не в нашей компетенции. Нет, мы говорим о мобилизации. Согласно закону о мобилизации, о мобилизационной позаботке. Должен приниматься президент Верховной Рады. Такой закон не был принят. Какой закон не был принят? Откройте закон о мобилизации, о мобилизационной позаботке. Не военного, а особого положения. Откройте закон. Особый период. Сейчас относится. Есть инициатива одного из депутатов Верховной Рады. Я принимала участие в обсуждении, в внесении изменений в данный законопроект. Он касается подписания контракта для военнослужащих. Ранее была и до сих пор пока действует формулировка о том, что контракт для военнослужащего действует до закинчивания особенного периода. Если, по сути, я полностью не буду зачитывать изменения, но основные изменения касаются формулировки до закинчивания особенного периода. И формулировка новая, если ее примем депутаты, она будет звучать строком на риг обо до закинчивания особенного периода. И военнослужащий, вернее, мобилизированный, который сейчас проходит снежку, может подписать контракт сроком на риг обо до закинчивания. Если человек идет по мобилизации, то у него есть некие преференции. Но первое, мы все знаем, за ним сохраняется рабочее место. Он получает плюс заработной плате королевого служащего и боевую, если он находится в зоне боевых действий, он получает еще среднюю свою заработную плату. Это, конечно, дополнительный плюс. Но он, да, там есть свои нюансы и по минусу. Те, кто хотят подписать контракт, ранее боялись, потому что было непонятно, на какой срок подписываться. Ну, то есть до закинчивания пол-приода, может быть, 20 лет, может быть, мы следующие 50 лет еще с вами будем жить, и они конфликты, да? Ну, я надеюсь очень, что депутаты Верховной Рады услышат меня, потому что я не сама это придумала. Мы обсуждали это с нами подопечными. То есть многие армейцы говорят, и те, кто сейчас служит, что это просто необходимое изменение. Оно поможет сделать нашу армию более профессиональной. Потому что, собственно, вопросы мобилизации, они тоже очень, ну, такие, много продуманы, и с многими людьми я уже общалась. И мобилизация неподготовленного человека, даже если он является офицером, но, по сути, он там проходил, например, военную кафедру давно, 20 лет назад. Человек прошел военную кафедру. У него есть звание офицерское. Ну, у него нет навыков, как правило. Он приходит в учебный центр. В учебном центре какие-то знания выдают, какие-то нет. Но, по сути, на передовую приходит не очень подготовленный человек. Нужно еще какое-то время, пока он научится обращаться с оружием, научится защищать себя, научится жить в этих условиях. Гораздо эффективнее дать преференции тем людям, которые уже мобилизированы, и они уже воюют. У них слаженные подразделения, они знают свою работу уже, потому что война – это работа. Там нет никакой романтики. Это очень тяжелая работа, на самом деле. Она монотонна, она требует большого количества моральных, физических сил. Там нет такого героизма. Я часто слышу здесь, в мирной жизни, о, они герои. Там нет этого. Ну, они обычные люди, они такие же, как и мы. Они просто совершают поступки каждый день, которые дают нам право гордиться тем, что они наши герои. Но они самые обычные люди. Так вот, эффективнее этим людям дать преференции для того, чтобы они подписали контракт и стали, на какое-то время стали кадровыми. Да, контрактные. Я продолжу, что я сейчас еще поводу учения перед реальным оборудом. Во-первых, мы перепутали, не Дергачевская рота, а Змеевская. Во-вторых, она существует исключительно потому, что громадская самооборона, таким образом, легализовала своих войсков. Зулочевская, извините. Нет, Змеевская. Змеевская рота. А по поводу Киевской, Киевской роты нет. Принимал участие в учениях первый отряд обороны Киевского района, который был сводный со всех районов области. Киевский район там выставил полку свода. При Киевском районе. Ну, при Киевском военкомплате. Да, так вот. Я, как вы знаете, учения не понаслышали, потому что я на них преподавал противотанковую оборону и военную группу отраке. Так вот, этих же людей потом показали, как стрелковый батальон. Ну, вы качаете головой, а мои люди принимали участие и в одних учениях, и во вторых. И во второй раз их... Это родное учение, это батальон. Мы не молодого человека. Да, пожалуйста. Не было родных учений. Вы знаете, Олена Кудриева, я же так и на послание. Я думаю, что вы хотите, уже это выкладка с другостью реформации, так? Да, я не могу сказать, что вам это обещают, потому что государственный дюджет уже сформулировал, запринятый. А в 2015-2016 годы приемальники. За какие рациони вы будете реформовать? Разработка этой реформы, она ведется исключительно на волонтерских основах. Внедрение, безусловно, будет нести за собой изменения в финансировании. Безусловно. Ну, это возможно. Мы же знаем примеры. Сейчас Министерство обороны получило дополнительные средства путем проведения через кабинет министра. То есть, вносятся изменения в бюджетное финансирование. Мы очень на это надеемся. Мы очень надеемся. Я... Извините. Визита Вечерникова, Алина Кодомская. Расскажите, в самих военкоматах знают ли о вашей инициативе? Возможно, они согласны вам помогать. Возможно, наоборот, отговаривают вас от таких. Вот какая? Мы проводили группу стол. Инициировала самопомощь приблизительно месяц назад. После этого круглого стола в областном военкомате было общее собрание. Ну, общее. Условно общее. То есть, присутствовали активисты. Мы вот присутствовали... Еще были как раз ребята из Змеева. Мы общались с зам военкома. И даже договорились о том, что мы будем консультироваться с ними в нужный момент. По поводу разработки именно этой реформы. Потому что, ну, я, например, вообще являюсь дилетантом. То есть, я вижу только результат их работы. Я могу проанализировать и домыслить, почему они там, что они там делают метап. Но саму систему я не знаю изнутри. Поэтому нам в обязательном порядке можно и с ними в том числе консультироваться. Но это не значит, что мы будем писать под копирку то, что они говорят. Я, допустим, как работодатель хорошо понимаю патровый вопрос. И вопросы должностных обязанностей я распишу лучше, чем кто-то другой. Потому что я уже много лет являюсь сама работодателем, принимаю на работу. Но нюансы работы, все сферы их ответственности, в любом случае, они будут нам подсказывать, говорить нам что-то. Ну, согласны. Я еще после этого встречался с областного военного комиссара, полковником Козаком. Очень рамотный, адекватный специалист. И он поддержал все наши идеи, инициативы. И присутствовали на встрече его подчиненные. Он всем говорил, записывай, записывай. Чтобы все не дай бог позабыть, потому что инициативы действительно достаточно много. Вот, поэтому, в принципе, он полное содействие обещал нам оказать. Они сами же и страдают от этой системы. Сегодня на сортировке дурдом, коллеги, писали. Да, да. Мы тоже сегодня буквально в однаковине прискорбляем. Мы не говорим, что есть взаимопонимание. Кто-то работный специалист, кто-то родные. Методов воздействия на общество у них нет. И поэтому они своим подчиненным, которые... У них просто нет даже этого инструмента. Здесь коммуникация в том числе нужна, потому что и в ТСМ нужна помощь. Они и рады бы чем-то воспользоваться. Возможно, они не имеют такого опыта, как у нас. Они жили в этой системе, все устраивало. Тут бац, война. Тогда может реформировать не военкоматы, а министерство обороны, раз они все равно давят на эти военкоматы. Там есть уже люди, которые поймут. Надо замахиваться на то, что ты реально можешь сдвинуть. Я бы не брала это за очень глобально. Это и так достаточно серьезная проблема. Я предпочитаю браться за решение тех вопросов, когда я уверена в своей силе. Здесь я понимаю, что это в наших силах. Мы понимаем проблематику. Мы знаем практически полный путь решения. Ну, а остальное, это же технические мелоды. Еще вопросы? Да, у меня есть вопросы. Таня, вот на прошлой конференции, когда ты была с Леней Масловым и как раз тоже говорили, начинали говорить о реформе, о системе организационной, да, и Леня говорила о том, что, если вы видите, такая система, когда все мужчины признанного возраста, которые пройдут проверку, будут признаны здоровыми, приводят у нее в военной службе, да, будет создана система оплаты телефонов. То есть, такой израильский принцип, да, когда, ну, когда, действительно, не то, что заранее, не ходят с полетками по домам, да, им приходят и снимать процедку, в течение двух часов товар, где иметь самодружие, вот, ну, сутки, на самом деле, до полной, как бы, мобилизации, вот. И у него, вот там, так, была такая идея, относительно которой, я, например, ну, еще до конца, ну, не выработала своих понятий, мне, действительно, какая у вас, о том, что дальше призыв должен уже разводить в некоторой степени, ну, рэндомным таким способом, способом уже реклевки, что, с одной стороны, ну, вроде бы, как странно, потому что мы отдаемся на волю слепого случая, с другой стороны, может быть лучше слепой, чем, там, пьяный ваятком, ну, или непрофессиональный ваятком. Вот что ты об этом думаешь? Если система будет автоматизирована, если будет база данных, и жеребьевка будет проводиться среди специалистов одного профиля, ну, скажем, у нас есть некая, в базе данных есть несколько, там, сто танкистов-резервистов, да, а нам нужно отобрать всего 10. Почему не жеребьевка? Почему нет? Не вижу. То есть это может уменьшить какой-то, ну, я не знаю, какой-то коррупционный момент? Ну, то есть как, получается, что мы убираем человеческий фактор каким-то образом из выборов, то есть, да, но мы выбираем вручную идею 10 танкистов в штатах, в штатах. У нас настолько низкий уровень доверия к военкоматам, что даже если мы будем рассказывать, что там младенец руками вытаскивает бумажечку с телефоном или с номером военнослужащего, все равно никто не будет верить, пока они не начнут работать открытым, пока они не начнут пользоваться доверием. Ну, просто мы же в реалиях живем, да? Я не буду верить даже жеребью. Разве что я сама, разве что? Таковая инкома, она зашлют на фасад. Во время атакы фасады. Дед Паук, он там на фасаде, он такого наделает? Он надо спину прикрывать, а потом бумажку будет писать. Я сзади, я сзади, я сзади, что я сзади. Пожалуйста. Сейчас основная масса военкомов мобилизованы. И многие, я честно вам говорю, здесь Харкер мобилизованы. Мобилизованы, в смысле военкомы. Военкомы мобилизованы. И стали фасадом, практически никого, они все ушли на пенсию. Но проблема в том, что, ну сколько, ну два человека осталось, три максимум. Можно я попробую, давайте мы вернемся. Может быть у кого-то есть блюдо, ну жеребьевка, да, мы же услышали. Мне нравится, причем Леня Махлавов, он же математик и... Ну да, и метод случайности. Случайный птицей, он работает, для него поменится. Еще есть вопрос, помните, Татьяна, вы упомянули об этом круглом столе, в самопомощи с военкомами, но вы говорите, что они там идут вам на встречу. Но я помню, что там представители военкоманда говорят, ну диаметрально противоположные. Нам не хватает людей, дайте нам еще 20 человек на каждый военкомат. Вот совсем-совсем не то, что... Не думайте, что будет какой-то... Да, конечно, мы согласны. У нас было еще несколько раз в встрече, ну, перед людей. Ну, увеличение количества сотрудников еще меньше. Это, вот есть очень хороший пример, я не помню, кто его сказал, когда в банку с солеными огурцами бросают свежие. Ну, кто-то сказал, я просто, увы, запамятовала кто, но это очень хороший пример. Ну, просто вместо трехлитровых взять пяти, насыпать туда свежих, они все станут целевыми. Результат будет точнее. Поэтому давайте вместе. То есть вы уверены, что они не будут так вот из того, как вам сопротивляться? Сопротивляться? Сопротивляться вам? Ну, потому что никто так будет, кто-то нет, разные люди служат. Будут сопротивляться, но у нас есть уверенность в том, что мы поверены. Я чувствую в себе силой, у меня есть поддержка. Скажите, вы, например, были электронная система решения, у нас особистая разговора. А вы будете, например, здесь, будет такое загарное поведомление, например, если человек, если тревогая нагрузка в себе внизу, то мы стильно не ждали этих поведомлений, у нас шла до каких-то моментов. Так, конечно, я уверена, что саме прихід особистий мае быть на первом месте. И мало того, я думаю, что мае быть система заохочения для тех людей, которые пришли в войско-мат самостоятельно и подали себе, как боевую одницию, что сгодно идти до ЛАФ в Украинскую армию. Так, сейчас уже изменено, если вы знаете, то наши войско-маты, Харківская область, принимают участие в пилотном проекте о выходной работе и психологической поддержке. И изменен штатный расклад харківских войско-матов, туда введены штатные психологи и социологи, они уже введены. То есть, процесс реформирования войско-матов, он еще начался, но эти психологи еще просто не имеют повноважения, они еще не имеют механизму для качественной работы. Вы выполняете в ветеринарский этап? Да, да, естественно. Вопрос психологии какой школы, российская или европейская? Тут две школы есть, понимаете, в чем дело? Один психолог российский уже в госпитале поработал, человек выбросился из окна, простите. Результат работы российского психолога. Эти психологи вообще отбираются. Я лично знаю практически всех психологов, которые работают в военкоматах. В основном это... То есть нормально. Да. И они все аттестованы. В основном это антикризис, это асоциалка антикризисных психологов. Они должны убеждать, что делать. Они должны оценивать человека. Они будут проводить оценку. Людина пришла до військомату, он говорит, я вважаю слушать, вступить власть украинской армии. С ним працюет психолог, проводит спів беседу и рекомендует, например, до какого-то співбеседа. Есть еще и особенность. У каждой сельской специальности есть своя особенность. Там вот снайпер наш сидит. Дуже невозмутимо. Кстати, трое детей и сам пришел в прошлом году в августе военкомат, запросившись. Взял три недели, три недели для решения вопроса. Ну, как рассказано. Да, то есть обязательно должен быть интеллектуальник. Служить в армии почетно. К вам относятся уважительно на стадии того, как вы пришли в ВНКМА. Уважительно. Уважительно это не значит, что красную дорожку стерят или кланяются вам, или флексуют. Уважительно это значит, принимают в расчет ваши обстоятельства. То есть, если человек знает, что это мобилизация, у него какие-то проблемы, можно прийти в вискомат. Вот я там витер, два буду решать, но я не против. Так. Чтобы не хватало, это на мусор. Да. Я сам и про это говорю. Людина желает служить, но говорит, что я восени не могу. У меня там, ну, або дитина родится, або там корова делится, або там, ну, надо картофель выкупать. Да, у меня там дедушка стоит на посту, он страдает, навіть не за сімей. Он говорит, что мне картофель нужно покупать. Ну, это реальность. И поэтому человек приходит и говорит, что я могу записаться, например, у доброгорца, но я могу пойти служить там в сечне. И год отслужу. Все, его вносят в всю базу. Напередодні сечня ему приходит смс-ка, появится туда, там, мати присоединение. И, возможно, еще вопрос. Вы говорили, что создание пресс-центра, я педа с какими-то, да? Или еще говорили информационные моменты, или думали ли вы про это? В общем, потому что, ну, возможно, я уже говорил, что у многих людей есть такая думка, что вы забрали, повязали, бросили потанки. А никто не знает, что мужчина, ну, мало кто знает, но справа, что мужчина может написать заявок, но мы не лечены, я не могу слушать меня. Ну, по факту, бачишь, забрали, повязали, есть, и так еще не может быть. Да, да, да. И так не может быть. Я смотрю, что есть масса каких-то других військовых специальностей, да? Ну, то же таки, там, типа, та самая автоматизация. Ну, то, что пресс-центр, о котором говорите, он не будет включаться в себя в разъяснение, в том числе. Ну, у нас будет и сайт свой, и в социальных сетях будет получка какой-то. Что-то будет. Будет привязанение того, где мы все эти моменты будем объяснять, да? Да, да. Причем. Дальше. Мы будем встречаться с вашими личными вопросами. Думаю. Коли будем встречаться? Давай до 10. Так, сегодня у нас... Трицати сегодня? Да. Презентацию, ну, просто я маю в связи, спочатку презентацию привести в Министерство обороны. Я не могу... Чтобы вы знали, что вы понимаете, что вы понимаете, что вы понимаете, что вы понимаете? Ну, примерно. Это будет примерно. Десь 25 серпня. Но я сейчас не уверена, что именно 25-го, потому что мы будем связаны... Ну, сначала мы должны презентовать ее Министерство оборудования. Ну, просто это... Ну, кинецкая. Я не хотела бы, чтобы это было 30 или 31-го, чтобы люди собирают детей до школы. То есть, мы ждем, что проходить? Да. У вас есть мужчина, которая будет приезжать в Киеве? Да, в Киеве. Нет, мы делаем это автономно. Там есть мужчина, которая будет помогать нам поформить эту презентацию вечно, в соответствии с тем, которые выставляются, например, Министром оборудования. Да, он хочет, чтобы он был такой выбор. Это презентация. А всю реформу, всю... Они видят, что ее нужно... Они видят, что нужно меня. Это... Я не знаю. Это... Это... Свои бачения рекордного нет. Вы понимаете? Там... Ну, настолько глобальная проблема там с теми Министерством оборудований, что им просто... Они видят, что ее необходимо... Но нет людей, и нет частей, и нет возможности физически, для того, чтобы там кто-то с этим занимался. Они ждут главного решения. Они дали нам... Ну, нам дали их добро на разработку цих проектов. Мы тогда вас сразу пригласим на презентацию. После Министерства оборудования. Правда. Свято на оборудовании. Да. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо.